Всем привет, ребята! Меня зовут Богатейщий Ди, и добро пожаловать в новый выпуск. Цена биткоина готова к прорыву уже на протяжении следующих нескольких часов. Это и станет главной темой сегодняшнего видео. Также я расскажу о конкретных ценовых целях грядущего движения, как в сторону понижения цены, так и в сторону её повышения. Кроме этого, я хочу осветить основные уровни поддержки, которых биткоин потенциально может задеть в средней сроке, в том случае, если его снова будет ожидать массивная коррекция. У нас есть ещё довольно неоднозначные новости из Украины и CNBC, а закончим мы одним интервью, в котором директор BlackRock признаётся в том, что к биткоину повышается интерес. Всё это и другое в этом выпуске, поэтому не забудьте приготовить себе бутерброды с чаем, сесть поудобнее и обязательно нажать на кнопку лайка и подписки, если ещё не подписаны. Давайте наберём 2020 лайков под этим видео, мне будет очень приятно. И мы начинаем. Итак, это часовой график биткоина, на нём цена главной криптовалюты формирует самый обычный симметрический треугольник, в котором цена касается и нижней, и верхней границы множество раз. Прорыв из этой формации должен произойти под конец треугольника, и это будет уже через несколько часов. Что ещё типично для таких фигур, это постоянное падение объёмов. Это тоже указывает на то, что будет большой прорыв при выходе из треугольника в какую-либо из сторон. Итак, если цена биткоина прорвётся вверх, то определённо стоит ожидать больше 20 тысяч долларов за одну монету. Очень непривычно произносить такие цифры, когда речь идёт о цене биткоина, ведь фактически это совершенно новые цены для него. Таких вообще никогда не было. Вот к чему мы пришли. От трёх тысяч долларов до двадцати тысяч за каких-то два-три года. Вот в чём заключается сила долгосрока. Даже более того, целью прорыва вверх будет высота этого треугольника, то есть отметка в двадцать одну тысячу долларов. И это уж точно будет новым историческим пиком. Невероятно просто. Это может быть тот самый момент, та самая последняя формация, которая приведёт биткоин к цене выше 20 тысяч. Практически исторический момент для биткоина. Ну что, если биткоин прорвётся совсем не в ту сторону, а пойдёт вниз? Хотя, если честно, я больше шансов даю именно на движение вверх. Но давайте посмотрим. Первая цель движения вниз для биткоина будет опять же высота этого треугольника, что приведёт нас к семнадцати тысячам долларам. Но давайте посмотрим на так называемый профиль объёма на четырёхчасовом графике. Он помогает определять диапазоны цен, где поддержка является самой сильной. И как мы видим, таких зон три. Первый ближайший диапазон приблизительно на отметках в семнадцать с половиной тысяч долларов. Мы видим, что именно здесь была проторговка после крайнего взлёта цены. Мы также видим, что один раз цена биткоина уже тестировала его на прочность. И по логике вещей должна сделать это ещё один раз. Следующий диапазон находится на отметках приблизительно пятнадцать с половиной тысяч долларов. И здесь мы видим очень похожее поведение цены биткоина. Проторговка, фальшивый пробой при тесте на прочность, затем ещё один тест и, наконец-то, снова рост. И последняя зона на отметке приблизительно тринадцать с половиной тысяч. Описывать поведение цены биткоина в ней не буду. Вы и так видите, что оно максимально похожее на предыдущую ситуацию. Так что я могу ожидать очередного теста первой линии обороны здесь, а затем, вероятно, продолжения роста. Однако, это же биткоин. Он может сделать что угодно и как угодно. В любом случае, потенциально мы можем увидеть коррекцию биткоина на двадцать-тридцать процентов перед продолжением роста. Либо рост произойдёт сразу. Что буду делать лично я? Я буду просто ждать и наблюдать. А затем веселиться, когда будут происходить крайне волатильные события на рынке биткоина. Почему? Потому что своё я уже вернул. И именно это даёт мне возможность совершенно спокойно следить за развитием событий. И это очень классное чувство, поверьте мне. Перейдём к новостям из моей родной Украины. Вчера, 2 декабря, Верховная Рада поддержала легализацию криптовалют. Проект поддержали 230 народных депутатов. Документ определяет правовой статус цифровых активов и устанавливает государственное регулирование. Регулятором выступит Министерство цифровой трансформации. Ну, прямо-таки, киберпанк. Авторы думают, что это станет толчком для развития рынка виртуальных активов в Украине, что привлечёт инвестиции в экономику. Кое-кто говорит, что это делается лишь для того, чтобы государство легально получило ещё один способ лезть в карманы граждан. И всё ведёт к налогообложению и прочим налоговым сборам. Но лично я вижу в этом больше позитива, чем негатива. Давно уже нужно было следовать примеру наших северных соседей. И я рад, что мы с Беларусью в этом плане дышим в унисон. Респект. Респект. А теперь я хочу вернуться к CNBC и его заголовкам о биткоине. В сообществе биткоинеров давно ходит правило, если CNBC пишет мега позитивно о биткоине, значит нужно продавать. И наоборот. Посмотрите, что они пишут теперь. Не попадитесь на удочку хайпа, пока биткоин болтается вокруг 19 тысяч долларов. Что ж, сообщение предельно ясно. CNBC начинает пугать нас, а значит всё будет хорошо. Меня, кстати, забавляет, что они написали ниже, мол, биткоин достиг цены 19 тысяч 800 долларов, и это наивысшая цена с 2017 года. Ну как бы нет. Это вообще наивысшая цена с самого начала биткоина. Давайте закончим очень интересным интервью. Это Ларри Финк, основатель и директор BlackRock. Послушайте, что он говорит о биткоине очень внимательно. Это очень важно, ведь мы с вами уже не раз говорили, что в гугл поиске слово биткоин совершенно не набирает популярность по сравнению с 2017 годом. Что означает, что розница не очень-то и интересуется этим криптоактивом. Но Ларри Финк, директор BlackRock, говорит о том, что происходит на самом деле. Один из важнейших наших инвесторов был недавно на одном ТВ-шоу. Он говорил о монетарной политике, пандемии и биткоине. Также они проводили опрос, что именно интересно зрителям. Три тысячи проголосовали за пандемию, три тысячи за монетарную политику. И шесть сотен тысяч нажали на биткоин. О чем это говорит? Биткоин захватывает внимание множества людей. Шесть сотен тысяч. Нет, вы послушайте еще раз. Вау! А меня зовут Богатейший Ди. Подписывайтесь на канал, телеграмм, жмите колокольчик, делитесь видео с друзьями, комментируйте обязательно. Богатейте. До скорого. Субтитры сделал DimaTorzok